Здесь у нас показывается, как зарождается плод. Маленький ребеночек. Как бы ему поставить капельницу, откачать. Всем привет, ребят, с вами Финн, и сегодня я покажу вам, как выглядит мой институт, в котором я проучился 4 года на ICT-инженера по кибербезопасности. Погнали! Ну, так, собственно, выглядит само здание института. В вечернем свете. Прямо во дворе есть небольшое кафе, ресторанчик. Летом здесь продают из вот этого вот, в Олексвагене, не дуб, а внутри вот этой трубы круглая сауна. Труба сама метров 100, ну, 70, может быть. Вот в том доме я жил, то есть мне было до института ровно 30 секунд пешком. Просыпался я практически перед началом занятия. Кстати, звонков тут нет. Все на свою ответственность. Я не могу, как он съел в этот уикенд. Заходим внутрь. А здесь меню. Шпинатный суп в школе ненавидел. Так выглядит холл. Там вот аудитория, типа антрактный зал. Здесь еще есть библиотека. В ней же можно позаниматься. Получится все-таки учебный процесс. Здесь на инфу сидит вахтер. Здесь вот к библиотеку можно прислонить свою карточку, либо ввести пароль. Ну, и вот, конечно же, никто не забыл про дезинфекцию во время коронавируса. Вот там вот, если видите. Две штучки с подносами и тарелками, то есть слева и справа. Ходят вот так. Набирают себе еду по стене шведского стола. Идят сколько хотят. Стоит это все, раньше стоило 2,60, когда я учился, сейчас стоит 3,10. Вот здесь крутится местное объявление. Тут какой-то мерч раздают. Жвачку и спички. Также ручки. Но это все реклама. Тут в аудитории проходит какой-то процесс. Смотрим. Этажом повыше, может быть, оттуда заснею. Учительница мне помогает показать все, что тут есть. Открывает дверки. Так вот выглядит второй этаж. Здесь такие диванчики. Можно посидеть, поработать опять же. Тут та же самая аудитория. Потому что она двухэтажная. Достаточно неплохой вид. Остекление. Давайте пройдем в другое крыло. Так, а сейчас посмотрим, как выглядит такой немножко необычный кабинет, где, допустим, делаются групповые работы. Здесь так вот сидят люди. Круглым столом. Также на небольших диванчиках. То есть здесь можно записывать свои идеи. Потом стереть. То, что хочешь. Вот, например, запись. Студенты хотят, чтобы вы подписались на канал. Благодаря вас заранее. Вот и так. Такая вот лампа. Шторы висят. Можно зашториться. И разделить класс на два. Как видите, тут два проектора. Слева и справа. И, соответственно, сразу несколько групп могут заниматься отличными делами. Можно немножко размяться на мячике. А также вот здесь вид на другую часть института. Здесь я, собственно, проучился четыре года. На специалиста по кибербезопасности. Вот так вот выглядит учительское место. Компьютер, усилители. Там свет включить-выключить. Управление проектором. Вот как-то так. Пойдемте дальше. Вот так вот, например, вывелить туалет для инвалидов. Вот здесь вот можно позаниматься, посидеть на компьютере. Школа отплачивает. Бесплатные компьютеры. Общественные. А тут вот здание, столовая. Вид сверху. Как я и говорил, две линии. И заодно. Сколько-то человек. А здесь можно распечатать за 10 центов свою макулатуру. Итак. Вот так вот учатся на медсестер, медвратов. Здесь можно как бы ему поставить капельницу, откачать, сделать какое-нибудь искусственное дыхание, подключить, я не знаю, аппарат искусственной вентиляции легких. В больнице как бы никого без высшего образования, медсестры не бывает. Только какие-нибудь площадки, да и то желательно, чтобы они умели что-то. Всякие штуки на учитель показывают, как пользоваться ими. А вот здесь вот какие-то кубки, которые завоевают школы или ученики. Готовы лом-лапсы. Здесь у нас показывается, как зарождается плод, как рожать. Видимо, здесь можно тренироваться, принимать роды или, я не знаю. Вот сейчас с пациентами, которые детьми, дети. Вот. Маленький ребенок, значит. А здесь вот написано, как действовать, если человек потерял сознание. И так. Так вот выглядит кабинет. У каждого, получается, желающихся выучиться на медбрата или медсестру. Своя учитель сидит, показывает презентацию. Как с кем работать, что делать, что куда колоть, втыкать. Скелеты подвижные. Так. Ну и вот еще один кабинет. Есть лежанка учителя. У каждого тут такой небольшой тренажерный зал. Видимо, тут можно делать какие-то замеры, чтобы провести какие-нибудь анализы или исследования. Такие биохимические. Вот так вот выглядят шкафчики, кстати. У каждого есть свой шкафчик с кодом, где можно что-то положить. Пойдем на следующий этаж. Деванчики. 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 Учился. Деванчики. 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 Здесь у нас кабинет, в котором можно заниматься своими делами. То есть, поделать домашние задания, например. Где-то пол восьмого вечера. Все равно еще сидят люди, учатся. Делают групповые работы. А здесь вот такая зона отдыха. Здесь диванчики. Телек. Нинтендо тут было. Там вот можно подключить, поиграть. Немножко расслабиться. А здесь вот такой уголок физики. Можно спаять что-нибудь ими. Замерить напряжение. Но более продвинутый кабинет физики. Конечно, сам кабинет физики. Там таких подобных приспособлений сколько угодно. Вот так вот лестница типа в воздухе висит. Сейчас посмотрим, где у меня была математика. Английский и так далее. Обычный кабинет без особых компьютеров. И вот так вот здесь вот занимаются математикой. Там английским, другими языками. Ну и какими-то такими предметами, которые не требуют особого компьютера. И как вы можете заметить, вот эта вот стена здесь неспроста. Опять же далеко не первый раз вижу эту систему в финских зданиях, что кабинет можно поделить на два. То есть вот сюда вставляется ключ, который крутится. Вот так вот. И вот эти вот дверцы, как жалюзи на балконе, вот так вот сюда убираются. И кабинет становится один на двоих. Или два в один. Посмотрим еще один кабинет. Видос? Практически самый центр. Там вот находится вокзал автобусный и железнодорожный. Ну вот такие кабинеты. Здание уже относительно старое. Это 2010-го, наверное, года постройки. Сейчас зайдем в кабинет с проектами. Здесь вот мы когда-то были. Кабинет имеет разное название. Вот это, например, называется причал. Здесь вот опять же розетки, кабеля. Тут можно подключиться к телевизору и заняться какими-то своими групповыми проектами. И здесь тоже. Итак, вот в этом кабинете я защищал диплом вот этой учительницы. Здесь такие вот звуки природы. Если слышите. Водичка. Жонт. Ну вот здесь вот учителя сидят. Пьют кофе. Играть в шахматы. Отдыхают. С таким вот, опять же, видом на город. Вам может быть плохо видно, но между домов там озеро. Как раз которое я записывал одно из моих видео. Вот учителей тут есть. Тостер типа. Здесь микроволновка. Несколько. Машин для кофе. Холодильник. Разумеется. Вот там вот курилка. Вот там вот. Где вот стоит вот эта вот штуковина. Там вот вытяжка есть. Там можно покурить. Вот этот вот компьютер, что вы видите. Я здесь вот писал отчет о дипломе. За вот этим компьютером я сидел. И писал, что я сделал. Как я сделал. Почему. И вот там вот напротив открыта была дверь директора. Который должен был, если что, следить за мной. Если я вдруг списываю. Ну а здесь, опять же, кабинет учителей. Видите, у каждого такие жалюзи. Они могут открыться. Могут закрыться. И вот здесь вот можно оставить учителю свою какую-то работу донести. Письмо. Или что-нибудь такое. Ну вот здесь кабинет моей учительницы. Знакомой. Выглядит ее рабочее место. И бумажки, и документы. И вот, собственно. Ей можно сюда что-то написать, если вы пришли, а ее нет на месте. Вот такой небольшой кабинетик. Институт с последнего этажа на первый. Довольно современный вид. На этом у меня все. Ролик подходит к концу. Спасибо, что остаетесь со мной. Смотрите мой канал. С вами был Финн. Это был институт ЯМ, в котором я учился 4 года. Абсолютно бесплатно. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующем ролике. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Финн. Всем пока.